Ну что же, друзья, я вас приветствую на финальной части, это ваш выпускной в школе Unity, в нашем, можно сказать, даже детском саду Unity, это ваш выпускной, вы создали Марио вместе со мной, скажу честно, для меня это был прикольный опыт, то есть я не так часто записываю курсы, поэтому для меня это было прям интересно, мне понравилось и в будущем я, может быть, еще как-то зайду на этот канал и что-то интересное запишу. Ну, хватит обо мне, давайте перейдем в игру и посмотрим, как мы можем создать билд и уже скинуть его нашим друзьям. Чтобы создать билд игры, мы должны нажать File, Build Settings, здесь выбираем, в принципе, можем сразу же билд сделать, но это не тот случай, который нам нужен, мы выбираем Player Settings и здесь у нас открывается такое страшное окно, поначалу оно страшное, но потом вообще легко все поймете. Давайте напишем Company Name, напишем, как ни странно, Loft Blog, название канала, Product Name, то есть давайте название игры Mario, давайте напишем, версия 1.0, так и оставим. Здесь мы можем выбрать иконку, ну, давайте выберем, у нас, наверное, нету именно отдельных иконок, здесь нельзя выбрать, знаете, какой-то один тайл, то есть, точнее, один спрайт из нашего спрайт-сета, но, в принципе, ладно, давайте выберем, не будем сейчас выбирать иконку, у нас будет значок Unity. Можем выбрать даже курсор здесь, здесь смещение курсора, это нам не нужно, нас интересует больше вот это, здесь мы выбираем Full Screen, то есть будет открыта игра на полный экран, далее, 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 смотрим у нас здесь все, то, что поверхностно, в принципе, можно не изучать. Далее, у нас здесь много разных вариантов иконок, но нам это не нужно. Splash Icon, то есть это картинка, которая будет появляться сразу же только, только когда, когда игра будет запускаться, у вас там будет логотип Unity, вот здесь. И здесь у нас остальные настройки, в принципе, вам это тоже сейчас не очень нужно, потому что это все обычные, то есть, поначалу они вам вряд ли понадобятся. Далее, смотрим, опять пробежимся, у нас здесь есть input, пакеты, здесь физика, все, что, в принципе, может понадобиться, но сейчас нам это все не нужно. Все, что нам нужно было, это Player Settings, мы здесь все настроили, можем все сбросить, можем выбрать пресет какой-то, то есть, чтобы она все автоматически была создана. И все-таки давайте закинем какую-то иконку, потому что без иконки игра совсем уже не та, она совсем будет скучной. Конечно же, это не так, но все-таки иконку добавить можно. Давайте я ее сейчас найду и закину нам в игру. Я нашел вот такую картинку, мы можем, кстати, даже ее поставить вот сюда, то есть, это обычный спрайт, это просто наша будущая картинка. Мы можем ничего здесь не менять, просто давайте теперь опять откроем Build Settings, здесь Player Settings и здесь выбираем нашу картинку. Вот такой у нас теперь будет наша иконка игры, мы можем выбрать вообще любую, но выберем вот эту, пусть будет вот такая, с нашим Марио, с нашим уже лучшим другом. Здесь, опять вернемся вот сюда, в Unity, здесь у нас есть выбор платформы, на которую мы можем делать игру. Если у меня, например, установлен модуль для Android, я могу нажать Switch Platform и у меня переключится платформа на Android. Но если у вас нет, то вам предложат, то вам Unity будет предлагать установить Android модуль, чтобы вы могли выбрать, то есть, Android. Но мы выбираем ПК, Mac и Linux и можем нажимать Build, в принципе, спокойно. Здесь у нас также есть Target Platform, у меня Windows. Windows, можем выбрать архитектуру, на которую будем делать, я выберу 86. Далее, Server Build, вот это все, это все не обязательно. Здесь у нас Development Build, это вам тоже может пригодиться. Здесь у нас много разных фич, разных кнопочек для того, чтобы сделать игру именно для разработчиков, то есть, здесь будут определенные функции для разработчиков. Здесь у нас метод компрессии, мы выберем Default, не будем ничего такого клацать, чтобы ничего не испортить. Кстати, мы даже можем сделать игру под iOS, под PS4 даже, под Xbox One, то есть, мы можем вообще как угодно заморочиться, сделать хоть под HTML5 игру, то есть, как нам угодно. Даже TVOS, я честно не знаю, что это такое, но я думаю, я думаю, это интересно. Поэтому давайте вернемся опять в ПК, Mac и Linux и нажимаем Build. Далее выбираем пункт назначения, куда у нас эта игра сохранится. Я выберу папку, которую я создал только что, LoftBlock. Вы можете как угодно назвать эту папку, хоть можете хоть на рабочий стол сохранить игру. И теперь мы просто ждем. Осталось только подождать. У нас создастся несколько файлов. Мы их можем запаковать в архив хотя бы даже, или же сделать установщик. Это тоже все можно посмотреть в интернете, как это делается. И в целом уже можно даже отправлять эту игру, то есть, кому угодно. Просто вы можете даже залить ее на each.io. Это такой сайт, на который можно бесплатно залить вашу игру. Очень хороший сайт. Мы с нашей командой Headlight Games туда заливали свою первую игру. Поэтому все бесплатно туда можно залить. И никаких проблем с этим не будет. Сейчас у нас выполняется билд. И пока у нас выполняется билд, я... А, вот у нас, кстати, он и закончился уже. У нас открылась папка. Давайте я открою нашу игру Mario. Отлично. Made with Unity. Игра запустилась. У нас здесь есть два таких Mario интересных. Есть Play и Exit. Две кнопки. Слышите, даже музыка играет. Поэтому давайте нажмем Play. Отлично. Все работает. У нас уже все готово. Отлично. Мы убили наш грипп первый, нашего противника. Забираем монетки. Она работает идеально. Никаких проблем нет. Единственное, можно было бы скрыть курсор. Но это не обязательно. Так, у нас еще осталось один грипп. Давайте я его убью. Вот так. Убью грипп. Все отлично. У нас 20 очков. И, в принципе, мы дальше уже не можем перейти на следующий уровень. Поэтому давайте нажмем Escape. И все. Мы вышли в меню. Что я могу сказать об этом курсе? Это идеальный курс для новичка, который первый раз открыл Южный. Юнити, либо же для человека, который знаком, например, с GameMaker Studio, с Unreal Engine, Cry Engine. Еще много движков есть. Какие-то, например, Construct 2D. Еще есть Goddard Engine. То есть, если вы с какими-то этими движками уже знакомы и хотите перейти на Юнити, то этот курс, он для вас идеально подошел бы. И, как вы видите, вы его прошли уже на 11 уроке. Значит, он вам понравился, скорее всего. Поэтому я хочу сказать вам спасибо, что вы смотрели этот курс с самого начала до самого конца. И я уже в начале сам говорил, что у меня есть моя команда, которая разрабатывает игры на заказ. Чтобы заказать у нас игру, тоже переходите по ссылке в описании. Также у нас есть Headlight Games. Это команда, которая разрабатывает свои игры. Сейчас мы делаем крутую мобильную стратегию. Также переходите в описании на ссылку. И также у меня есть мой YouTube-канал, на котором на данный момент... Сегодня у нас ноябрь, получится 8 число. И на данный момент у нас не хватает буквально 50-40 подписчиков, чтобы добить 1000. Давайте попробуем добить. Ссылка будет в описании. Я хочу сказать вам спасибо большое, что смотрели этот курс. Кидайте его своим друзьям, которые тоже хотят освоиться в Юнити. Поэтому спасибо вам огромное. И на этом мы заканчиваем. Я закрываю Юнити и можно спокойно отправляться делать более крутые, более большие, намного интереснее игры. Не то, что обычные Марио. Вы можете делать буквально все, что угодно. Юнити вам развязывает в этом полностью руки. То есть все, что вы представляете, вы можете осуществить практически. Без фанатизма, конечно же. Поэтому всем спасибо, что смотрели. Всем удачи и всем пока.